Не разъедается. Одна из самых известных отечественных пород лошадей, пород которой действительно в нашей стране широко представлены во всех регионах, это орловская рысистая порода лошадей, знаменитые орловские рысаки. Выведенные в конце 18-го столетия в Хреновском конном заводе графа Орлова-Чесминского, орловский рысак сыграл огромную роль в становлении всего нашего коневодства, в создании прекрасных рабочих, упряжных лошадей, в улучшении сельскохозяйственной лошади. До сегодняшнего дня орловский рысак одна из самых видных и самых заслуженных пород лошадей. Он прекрасно работает и на ипподроме в рысистых заездах, он может улучшать рабочие качества сельскохозяйственной лошади, прекрасно смотрится в тройках, в парных запряжках. Не случайно сейчас любители параконного спорта, так называемого драйвинга, во всей Европе ищут и, к сожалению, не могут в достаточном количестве найти прекрасных серых орловских рысаков для использования вот в этих запряжках. Нужно сказать, что там требуется и резвость, и достаточная сила, и, конечно, красота, которой обладают орловские рысаки. И предпочтение отдаётся также и яркой серой масте, которая присуща орловским рысакам. Поэтому вот это направление разведения и реализации орловских лошадей очень и очень перспективно. Но, конечно, и у себя на родине орловский рысак не теряет своего значения, не теряет своей популярности. Вот перед вами один из ярких представителей породы, жеребец капор. Хотя, скажем так, он несколько облегчённого типа. К сожалению, вот и подробные испытания, селекции по резвости накладывают на породу, на лошадей орловских, некоторый вот такой отпечаток, скажем, большей облегчённости, большей спортивности, меньшей дельности, которая нужна орловскому рысаку, как упряжной лошади. Ну вот, что я имею в виду в данном случае? Ну вот видите, недостаточное развитие грудной клетки. Грудная клетка должна быть более массивной. Более массивным должен быть круп, лучше обмускуленным. Должна быть и более, ну скажем так, широкая, с гребнем, обмускуленная шея. Конечности несколько более костистые. Вот в данном случае обхват пясти у него чуть меньше 20 сантиметров, 19 с половиной. Это откровенно мало. Нужен обхват пясти, ну хотя бы 21 сантиметр. Чтобы лошадь действительно была, как говорят, и под воду, и под воду, и в спорт, и во все остальные. Но это, конечно, не все части породы касается. Есть у нас ещё крупные массивные орловские рысаки. Если селекционеры сумеют сохранить этот тип породы, конечно, сохранится и будет преуспевать. А если мы ударимся в чисто спортивную сторону, то догнать американского рысака вряд ли удастся. А вот получить, как говорится, ни то ни сё, это явно нежелательно.